95 — это не шутка, но свой возраст Аджира Газыева, впрочем, и не принимает во внимание. Признаётся в шутку, что она гораздо моложе, а в альбоме с чёрно-белыми фотографиями вся её история Второй мировой войны. Хорошо помню, тогда мне ещё не исполнилось 17-ти. Для военных сборов нас направили в Сумгаид. 70 девушек распределили по разным военным частям. Затем 22 декабря 1942 года меня направили на фронт. Шли в Сталинград, оттуда в Моздок. Но уже в битве под Сталинградом немцы разбили азербайджанскую дивизию. Все наше оружие передали 416-й дивизии, где были русские солдаты. Так мы объединились с дивизией Таганрога. Для Таджиры Газыевой война началась в 1942 году. Ещё не окончив училище, юная девушка добровольцем ушла на фронт. Прошла курсы военной медсестры, участвовала в освобождении Моздока. Там под градом пуль уносила раненых с передовой. Сегодня эти дни вспоминает, не сдерживая слёз. И сколько тяжелораненых я вынесла на своих плечах. Среди них была моя однополчанка и соотечественница Сара Алиева, которая до сих пор благодарит меня за это. Её медали и награды за отвагу, за доблестный труд дороги ей. Но есть ещё одно звание – матери-героиня. В любви и согласии воспитала супругом 11 детей. Ею гордятся все члены нашего рода. Ведь моя мать видела всю горечь войны, прошла тяжёлый путь испытаний и лишений. И несмотря на это, она воспитала 11 детей. Все её дети получили достойное образование. Такой матерью нужно гордиться и радоваться. У неё 75 внуков и правнуков. Таджира Газеева не только счастливая мать, но и любимая бабушка. У неё 75 внуков и правнуков. И каждый обязательно поздравит её с Днём Победы. А невестка испекла обещанный бисквитный пирог с изюмом по рецепту, что использовали ещё в году войны. В эти дни внуки и правнуки Таджиры Газеевой соберутся в её новой квартире, которую она получила по распоряжению президента Азербайджана. Я чувствую себя окружённой заботой и любовью. Делится с нами Таджира Ханум. Но и сама не сидит без дела. Принимает гостей и поздравления. И любимая герань радует хозяйку, распустив ярко-красные лепестки к 9 маю. Эльшан Алиев, Рашат Агамалыев, CBC.